Природные условия юго-западного Крыма в административных границах Севастополя. Крымский полуостров, для которого характерны благоприятные природные условия, относится к староосвоенным районам, о чем свидетельствуют современные археологические находки. Более того, исторические письменные источники подтверждают активное хозяйственное использование полуострова на протяжении последних двух-двух с половиной тысяч лет. Именно природные условия предопределили историю освоения полуострова, особенно на ранних стадиях. Город Севастополь в современных его границах расположен на юго-западе Крымского полуострова. Он занимает большую прибрежную территорию и растягивается на 50 км севера на юг от самой южной точки мыса Сарыч до северной точки мыса Лукул. На западе крайней точкой города является мыс Херсонес, а на востоке лесной массив Чувашкой на Айпетринской еле. С запада и юга регион омывается водами Черного моря. На слайде показан мыс Лукул, крайняя северная точка Севастопольского региона. Особенности географического положения юго-западного Крыма во многом определяют его роль в истории, экономике, культуре как нашей страны, так и Черноморского региона в целом. На слайде мы видим карту Черного моря с изображением полуострова. Он лежит как бы в середине Черного моря, омывается водами моря Черного, как сказали, и моря Азовского. И лишь узким перешейком соединен с Восточноевропейской равниной. Можно сказать, что полуостров лежит внутри моря. Расстояние до Босфорских ворот от Крыма составляет около 500 километров, до восточного края моря Калхидской низменности 670 километров, а до южного побережья Черного моря в районе Синопа 260 километров. Керченский пролив разделяет европейскую часть Крыма и азиатскую часть Таманского полуострова. Береговая линия Крыма очень сильно изрезана. Часто образуются заливы и более мелкие бухты. Наиболее изобилует бухтами юго-западная часть полуострова, там, где и расположен современный город Севастополь, то есть юго-западная часть Крыма. Здесь представлен рясовый тип берега, то есть это затопленные в результате трансгрессии подъема уровня моря низовья речных долин. Таким образом образовались более 30 узких бухт, глубоко вдающихся в сушу, крупнейшими из которых являются Севастопольская и Балаклавская. Скальные, преимущественно известняковые горные породы Гераклейского полуострова, препятствуют размыву берегов и накоплению осадочного материала на дне. Таким образом глубокие врезы бухт сохраняются на протяжении длительного времени. Скальные стенки высотой до 20-30 метров создают барьер для сильных ветров. И формируют благоприятные климатические условия в кутовых частях. Выдающиеся в море мысы сглаживают морское волнение, являясь природными волнорезами. Таким образом сама природа создала благоприятные условия для размещения флота и ведения различной морской деятельности, в частности рыбной ловли. На слайде показаны Севастопольские бухты. Самая большая бухта, которая врезается глубоко на восток. И большое количество более мелких бухт, которые на сегодняшний день являются местами для стоянки кораблей, как военных, так и гражданского флота. Удобство такого расположения и особенно его крайне юго-западной части определили региональное геополитическое значение Севастополя нынешнего и древнего Херсонеса как зону транзита между востоком и западом, севером и югом, Европой и Азией. Благоприятность природно-климатических условий определяется не только географическим положением, но также и рельефом и геологической историей. Именно тектоника и история формирования полуострова определили современные черты рельефа. Севастополь расположен на стыке горного и равнинного Крыма. Это антиклинорий горного Крыма и скифская платформа. Границы между равниной и горами проходят по Альминской впадине, то есть чуть-чуть севернее современных границ города. Три параллельные горные гряды Куэсты вытянулись с юго-запада на северо-восток. На слайде показаны три гряды Крымских гор. Это внешняя гряда, самая низкая до 350 метров, примерно внутренняя гряда, порядка 750 метров достигает. И главная гряда Крымских гор с наиболее высокой точкой, горой Роман-Кош, 1545 метров. Равнинные территории расположены на западе и северо-западе Севастополя, горные на востоке и юго-востоке. На крайнем западе в море выдается Гераклейский полуостров, рельеф которого представлен одноименным плато. Гераклейское плато наклонено на север в сторону моря. На юг оно приподнято и обрывается вытянутым хребтом Сапун-горы высотой около 240 метров. Плато прорезано руслами временных водотоков, ставшими широкими балками и оврагами. Именно эти особенности рельефа удачно используются для градостроительства. Балки закрыты от холодных ветров, водоразделы представляют собой относительно выровненные поверхности, удобные для строительства и освоения. Горный рельеф восточно-юго-восточной частей Севастополя образует западные отруги Крымских гор. В юго-западном Крыму сходятся все три крымские гряды. Главное внутреннее и внешнее. Главная гряда начинается от мыса Ая и протягивается на северо-восток на 120 километров. Наивысшая точка в районе Севастополя это гора Чувашкой. Все вершины главной гряды крупнейшие превышают 1000 метров. Внутренняя гряда в пределах юго-западного Крыма протягивается примерно от Инкермана на восток и достигает высоты около 700 метров. Например, гора Каладжи, высота которой составляет 683 метра. Средняя высота гряды изменяется от 130 метров до 600. В районе Микензиевых гор высотой 337 метров возле Инкермана формируется большой водораздел между бассейнами реки Черная и реки Бельбек. Постепенно при движении на восток внутренняя гряда становится выше и уже в районе села Терновки достигает 451 метра на горе Забук-Тепе. Ближе к Чернореченскому каньону горы поднимаются на 550-700 метров. Перевал Бичку уже достигает 722 метра. Внешняя гряда протянулась дугой между долинами рек Бельбек и Кача с юго-запада на северо-восток и достигает не более 200 метров высоты при средней высоте 70 метров. Склоны внешней гряды переходят в низменную аккумулятивную равнину долины реки Альма. Между горными грядами раскинулись обширные котловины, образованные в долинах рек. Это долины реки Черной, реки Сухой, реки Узунжа, реки Бельбек, Кайтадор, Кикачи. Крупнейшими межгорными котловинами являются Байдарская и Варнудская, расположенные между главной и внутренней грядами Крымских гор в бассейне реки Черной. На слайде показана обширная Байдарская долина, вид с одной из вершин главной гряды Крымских гор, которая более чем на 20 километров раскинулась между грядами. Местами реки прорезают скальные массивы, образуя каньоны. Так образовались каньоны реки Черной, каньоны реки Сухой, каньоны реки Узунжи. Длина Чернореченского каньона достигает 16 километров. Это второй по протяженности каньон Крымского полуострова. Сложенные преимущественно известняками Крымские горы очень сильно закорстованы, не является исключением и юго-западная часть Крыма. На слайде показана пещера, пещера-грод, которая являлась стоянкой для первобытного человека. Такие пещеры по Крыму весьма распространены. Они на протяжении исторического периода использовались как для жилища, так и для хозяйственных нужд. Это пещера Мурзак-Каба в районе Чернореческого каньона. Помимо известковых массивов в юго-западном Крыму имеются крупные вулканические массивы. На слайде показан фиолент, представляющий собой потухший вулкан Юрского периода. Климат и природные воды. Крым расположен на границе умеренного и субтропического климатических поясов. С точки зрения климатического районирования полуостров делится на несколько районов. Это Причерноморский, степная часть Атлантика континентальная, и область климата Предгорий, и отдельно выделяется область климата Гор. Схема климатического районирования Крымского полуострова представлена на слайде. Можно увидеть, что юго-западная часть, то есть там, где расположен современный Севастополь, характеризуется большим климатическим разнообразием. Здесь как бы сходятся вместе несколько климатических районов полуострова. Близость моря оказывает отепляющий эффект зимой и приносит прохладу жарким летом. Климат мягкий, приморский, он очень комфортен для проживания человека. Средне-июльская температура в районе Севастополя составляет 22 градуса. Январская температура меняется от 0 до 2-4 градуса в зависимости от удаленности от побережья. Количество осадков на территории города Севастополя также колеблется. Где-то от 350 до 580 миллиметров в зависимости от территории относительно моря. У моря осадков меньше, выпадает при движении в сторону гор, количество осадков увеличивается. От количества осадков зависит формирование сети поверхностных вод, которые в Севастополе представлены реками, озерами и искусственными водоемами. В целом Крымский полуостров очень беден поверхностными водами. На сегодняшний день насчитывается 1657 рек на всем полуострове и временных водотоках. Их общая протяженность составляет около 6000 километров. Однако преобладают малые реки. Для них характерно смешанное питание и паводковый режим. В режиме питания большую роль играют дожди. При выпадении сильных осадков уровень воды в реках резко повышается. Соответственно, при сокращении осадков, то есть при прекращении дождей, уровень воды резко снижается. В юго-западном Крыму расположен бассейн один из самых многоводных рек Крыма. Это река Черная. Она питается мощнейшим скельским источником. Это крупнейший по дебету источник на Крымском полуострове, водность которого достигает 100 литров в секунду. У реки Черной имеется 16 притоков. Черная, одна из самых полноводных, собирает свои воды по склонам Байдарской долины и несет Черещуно-Реченский каньон к Черному морю. Также территорию Севастополя пересекают другие реки юго-западного Крыма. Это река Бельбек и река Кача. По территории региона проходят низовья этих рек. Озера регионы небольшие по площади, пресные, но их очень немного, и в основном соленые у побережья. Крупнейшие озера – это озеро Верхнее, озеро Нижнее Муловское, расположены в Байдарской долине, в границе Байдарского заказника. Соленые озера имеют морское происхождение и расположены в узкой приморской полосе. Так, например, группа небольших соленых озер сосредоточена на полуострове Маячной, недалеко от мыса Херсонес. Летом соленые озера практически лишаются воды, и многие из них практически пересыхают зимой, и их уровень немножко повышается. В целом регион относится к вододефицитным, и для решения проблемы нехватки воды, особенно в советский период, была создана система прудов и водохранилищ. На слайде показан пруд возле горы Гасфорта. Он расположен на реке Сухой. Одна из первых плотин была построена еще в Лазаревскую эпоху для создания вот такого искусственного водоема. В советский период частично дефицит воды покрывался за счет переброски части стока реки Днепр через Северокрымский канал, который действовал до 2014 года. Крупнейшим искусственным водоемом на территории Севастополя является Чернореченское водохранилище, созданное на одноименной реке. Строительство водохранилища велось в середине 50-х годов XX века, и сегодня это основной источник водоснабжения города Севастополя. Водохранилище предназначалось в основном для питьевого водоснабжения и в меньшей степени для орошения сельскохозяйственных угодий Байдарской долины. Таким образом, агроклиматический потенциал региона определяется наличием плодородных почв и климатических условий. На предгорьях представлены предгорные черноземы и коричневые почвы. На главной гряде бурые горные лесные почвы и дерново-карбонатные. Также на территории Севастополя можно встретить горно-степные и горно-луговые черноземовидные почвы. Южный берег – это район распространения коричневых почв. Климат и почвы в целом благоприятны для выращивания зерновых, для садоводства и ведения молочно-мясного животноводства. Климат региона близкий к субтропическому, средиземноморскому, поэтому он подходит для выращивания средиземноморских культур. Это виноград, грецкий орех, миндаль, инжир, персиков и других культур с применением разработанных в регионе приемов земледелия. Лимитирующим же фактором для развития сельского хозяйства на протяжении длительного времени являлось увлажнение. 300-400 мм осадка в год на Гераклейском плато и в Равнинной части. В горах увлажнение увеличивается до 500-600 мм. Вместе с тем недостаток влаги и необходимость орошения привели к развитию соответствующих приемов при ведении сельскохозяйственного производства. Природная флора полуострова насчитывает более 2500 видов высших растений, из которых 2380 являются аборигенными, то есть местными видами, и 156 видов являются адвентивными, то есть они попали на полуостров различными путями вместе с человеком, то есть такие сорные виды. Крымский полуостров отличается значительной долей эндемиков, видов, которые встречаются только здесь. Их доля составляет чуть менее 5% по последним данным. Флора юго-западного Крыма, то есть территории Севастополя, характеризуется богатством и оригинальностью. Здесь представлены средиземноморские, переднеазиатские и бареальные северные виды. Богатство флоры обусловлено геологической историей, расположением полуострова в средних широтах на границе флористических областей. Более того, в период плестоценовых оледенений Крым стал рефугиумом, то есть убежищем для северных видов. В период продвижения ледника на юг многие северные виды постепенно перемещались, достигнув Крымского полуострова. Во время морской регрессии, то есть опускания уровня моря, часть морского дна осушилась, и образовались сухопутные коридоры, по которым на территорию Крыма современного проникли растения из Средиземноморья. Таким образом, здесь встретились растения юга и растения севера. Современные природно-климатические условия юго-западного Крыма характеризуются разнообразием мест обитаний, что во многом определяет разнообразие флоры. Здесь представлены приморские обрывы, холмистые равнины, предгория, низкогория и среднегория, плато и речные долины. Рельеф юго-западной части сильно расчленен, что также усиливает разнообразие за счет экспозиционного эффекта и колебания высот. То есть склоны северной экспозиции менее прогреваются, южной экспозиции более сухие, на них формируется совершенно разный набор флоры. Необходимо отметить и роль человека в формировании локальной флоры. Так, например, такой вид, как пшеница биотийская, является видом привезенным, попавшим на полуостров вместе с человеком, считается, что он был завезен в историческое время вместе с торговлей. Также одичавшие, то есть те виды, которые были в культуре и потом стали самовоспроизводиться, вносят заметный вклад во флору региона. С античности известны примеры целенаправленной интродукции видов, то есть внесения. Например, на Крымский полуостров была завезена виноградная лоза, кипарисы, которые сейчас распространены по всему южному берегу, и другие привычные античному миру растения. Вместе с развитием торговли и связи между регионами привносились и растения. Например, в период Российской империи возникает мода на садоводство и создание парков из экзотических видов, так называемых экзотов. Например, на территории Севастополя, в центральной части Хомутовой балки, нынешняя Максимова дача, градоначальник города, создает усадьбу с искусственной системой водоснабжения, прудами, малыми архитектурными формами, и сажает более 100 видов экзотических растений. Растения свозились со всех континентов для создания необычного парка. Многие из них до сих пор сохранились и являются примерами растений, которые натурализовались, то есть они уже стали, ну как бы одичали, стали дикими и привычными нам. В целом разнообразие рельефа, микроклимата и полуизолированные условия полуострова, расположение на границе флористических районов способствовали формированию одной из самых богатых региональных флор в нашей стране. По последним данным, число видов высших растений на территории Севастополя достигает 1869 таксонов с относительно высокой долей эндемизма. На слайде представлены растения, которые относятся к охраняемым, в том числе пион, например, крымско-кавказский эндемик встречается только на территории Крыма и Кавказа. Наиболее ценными в юго-западном Крыму являются лесные территории. Они важны для человека, они обеспечивают различными ресурсами, леса вырабатывают кислород, леса обеспечивают древесины для строительства, леса использовались и используются для заготовки дров, соответственно, для приготовления пищи и обогрева. Лесные земли в современных границах Севастополя занимают около 30 тысяч гектаров, представлены различными сообществами. В основном на территории Севастополя произрастает дуб пушистый и дуб скальный. Также распространен граб восточный, вот на слайде представлены леса из дуба пушистого. Вот такие дубовые леса, также на слайде различные формы представлены. В более высоких районах встречается бук, буковые леса, это верхний пояс, граб обыкновенный. На побережье в Севастопольской зоне представлены леса из можжевельника высокого, редколесия, не образуют такого сплошного покрова крымской сосны. Также встречаются земляничники мелкоплодные, фисташко-туполисные, типичные средиземноморские виды, оставшиеся здесь со времен, когда наши климатические условия были более теплыми. Также на территории города можно встретить такие древесные породы, как ясень, липа, клен, осина и другие. Практически все древесные породы перечисленные обладают высокой хозяйственной ценностью. Как результат, большинство лесов Юго-Западного Крыма вторичны, что обусловлено длительной историей природопользования в регионе с неоднократными вырубками и пожарами. То, что мы сейчас видим, эти территории массово вырубались, и большинство лесов с небольшими стволами, с небольшим запасом древесины на сегодняшний день не обладают промышленной ценностью, отнесены к охранам, и промышленная лесозаготовка на территории Севастополя и всего Крымского полуострова не ведется. Для решения проблемы обезлесения и для лесовосстановления в 20 веке в Юго-Западном Крыму и в Крыму в целом проводились массовые лесовосстановительные работы. В советский период были высажены тысячи гектаров лесопосадок. Основной породой в посадках была крымская сосна, также встречается сосна пицунская, скумпия кожевенная и другие породы. На слайде представлен склон, это южный берег Крыма, Ласпинская долина. Хорошо видны вот такие ряды лесопосадки крымской сосны, они более темные, осенью их прекрасно видно. Здесь формировался смешанный лес, в других районах сосна представлена чистыми насаждениями, в каких-то районах сосна стала содоминантом. Фауна Крымского полуострова изучена недостаточно. На сегодняшний день насчитывается 53 вида млекопитающих, включая эндемичного крымского оленя, представлен на слайде, крымскую косулю, крымскую горную лисицу и другие виды. Также на слайде представлен типичный вид крымской фауны, это кабан. Белку можно встретить в отдельных районах. В Севастополе в основном это южный берег Крыма и городская территория. Число представителей орнитофауны на всем полуострове достигает 300 видов. Специальные учеты для юго-западного Крыма пока еще не проведены. Ихтиофауна, Севастополь выходит к морю, ихтиофауна довольно-таки богатая, в том числе имеется рыбопромысловый потенциал, который определяется наличием таких видов, как ставрида, кефаль, пеленгаз, барабуля, бычки, сарган, луфарь, скорпена и другие виды морских обитателей. Рельеф, климатические условия, разнообразие флоры в целом определили большое разнообразие ландшафтов. Для Крымского полуострова выделяют две физико-географические провинции. Это Степной Крым, который входит в состав ландшафтов восточноевропейской физико-географической равнинной страны и Горный Крым, который является частью Крымско-Кавказской горной страны. Современные ландшафты Крыма представлены разными уровнями. Это гидроморфный, плакорный, низкогорный, среднегорный. Такую классификацию предлагают нам симферопольские исследователи. Для Севастополя согласно этой классификации характерно несколько уровней. Это горные уровни и предгорье. В целом юго-запад Крымского полуострова отличается очень высоким ландшафтным разнообразием. Территория города делится на три части. В целом выделяется 56 типов местности, которые представлены на слайде. это ландшафтная карта города. Более зеленым цветом показаны горные территории, более светлыми такими равнинные территории, в том числе береговая зона. Географическое положение обусловило наличие общих черт с природой предгорье, главной гряды и южного берега Крыма. На границе города по всей его площади, которая достигает 86 тысяч гектаров, представлены ландшафты степи, лесостепи, горных лесов и лугов. Высокое ландшафтное разнообразие и уникальность природных условий Крыма определяют высокую ценность его ландшафтов для сохранения прежде всего биологического разнообразия, ландшафтного разнообразия и природного наследия. На слайде представлена схема особо охраняемых природных территорий Севастополя. На сегодняшний день их насчитывается 14 объектов разной категории. Это заказники, памятники природы, заповедное урочище и природный парк. Около третьей территории города относятся к охраняемым. На слайде представлена Максимова дачи. Это объект, который получил охраняемый статус буквально недавно, чуть более пяти лет назад. Максимова дачи интересный объект, выбран в качестве примера, так как в результате длительного хозяйственного использования ландшафты Севастополя в значительной степени были трансформированы и в разных частях полуострова созданы культурные ландшафты садово-парковые, дворцовые, усадебные комплексы, агроландшафты. Максимова дачи является примером культурного ландшафта, который получил статус особо охраняемой природной территории. Такие культурные ландшафты очень часто входят частично или полностью в состав ОПТ. Если рассматривать город Севастополь, то формирование особо охраняемых природных территорий началось 1947 года. Именно в этом году был создан первый объект рощи Пицунской сосны древовидного можжевельника на мысе Ая, которая сейчас представлена на слайде, получила первый охранный статус. В 1979 году к этой роще был присоединен аквальный комплекс в части акватории и в 1982 году оба объекта были преобразованы в ландшафтный заказник общегосударственного значения мыса Ая. В 1970 году в Байдарской долине создается заказник местного значения Орлиновский и памятник природы каньон реки Черная. Как видно из перечня созданных ООПТ, в этот период подход к охране базировался на охране отдельных видов главным образом растений. Первый гидрологический особо охраняемый объект представлены прибрежно-аквальный комплекс у мыса Фиолент был создан в 1969 году. Через 10 лет созданы еще три гидрообъектов для охраны именно акватории со всем природным комплексом. Создается прибрежно-аквальный комплекс у мыса Лукоил около мыса Сарыч и прибрежно-аквальный комплекс у Херсонесской бухты со статусом природных парков. В 1990 году заказник Орлиновский памятник природы каньон реки Черная вошли в состав ландшафтного заказника общегосударственного значения Байдарский, который охватил большую часть водосбора реки Черной. Его создание связано с охраной источника водоснабжения города Севастополя, а также ценных ландшафтов с большим количеством охраняемых видов. В 1996 году организован ландшафтный заказник местного значения мыс Фиолент, а в 1997 году общезоологический заказник бухта Казачья, который расположен на западном побережье одноименной бухты. За последние десятилетия на территории города Севастополя созданы ландшафтные заказники Караньский и ландшафтный заказник Ласпи, а также природный парк Максимова дача. В целом природные условия Юго-Западного Крыма благоприятны для проживания человека, ведения сельского хозяйства, строительства и развития промышленности. Географическое положение Юго-Западного Крыма Крыма Крыма